Слав, тогда просьба, там Андрей сегодня у нас с Екатеринбурга что-то не, это самое, его комната хандрит не может поставить на запись, тогда записывай, ладно, чтобы этот вариант шел, и по английскому тоже, давайте тогда вечером соорганизуемся, чтобы у нас четко сразу шла запись с английским языком, потому что его сейчас очень много, этот вебинар ждут сейчас, там Индия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, вот сейчас монголы тоже подсоединяются, они тоже все на английском языке, готовы пока смотреть, пока мы не можем, так, перископа нет, нет, перископ идет, Дмитрий, это самое, я так сказать, это, я специально, он у меня сначала влетел, выскочил, сейчас вроде вот я с Андреем переписывался, что перископ идет. Так, ну что, друзья, 11 октября 2017 года до Экофеста осталось 262 дня. Время идет неумолимо, работа, скажем так, развитие проекта все быстрее и быстрее ускоряется, значит, не знаю, друзья, как вы это видите, как, что-то пишут, стройка, что медленно идет, ой, друзья, если кому-то что-то со стороны кажется, что идет медленно, то, знаете, друзья, значит, вы куда-то не туда смотрите. Я просто сейчас, да и вообще вся наша команда директоров сегодня настолько работает в таком плотном режиме и по проведению конференций, и по встрече с инвесторами, и по запуску адресных проектов, что, друзья, сказать, что что-то сейчас делается медленнее или могло бы быть быстрее, ну, наверное, невозможно. Вот, поэтому я вот вчера только прилетел из Будапешта, провели очень лидерами. Там было порядка десяти лидеров из Южной и Центральной Европы, вот, соответственно, наметили следующей конференции, поэтому я тут эту неделю, то есть у меня вот последние что-то 4-5 недель, получается, что я прилетаю в понедельник, там, вот, среда вебинар, а четверг еще встречи, или в четверг вечером, или в пятницу с утра уже вылетаю на следующую конференцию. И просто, друзья, в Будапеште вот неожиданно почувствовал то, что накопилась такая усталость, что просто уже пропадает желание что-либо делать. Поэтому эти выходные все-таки еще здесь, вот, а на следующей у нас будет большая и конференция, и презентация в Риге на транспортную, потом в Минске встреча и работа с инвесторами. Поэтому, друзья, здесь, это только вот то, что, ну, наша команда Алексей, он расскажет сам о своем графике, который сейчас идет, там, Володя Маслов, они сейчас в Грузии, в Тбилиси, в Батуми, делали презентацию. То есть, постоянно процесс идет. И Виктор, вы помните по репортажам, по всему, они сейчас в Сиднее, в Австралии, вот, то есть, видели все их фотографии, которые присылала и Людмила, и сам Виктор выкладывал комментариями, что работа в Австралии идет полным ходом. Это те, кто задавал, у нас же постоянно задают вопрос, а где Австралия, где Рудхуп? Друзья, все подходит в свое время. Вот, поэтому пришло время, вот, сейчас, видите, Юницкий и в Австралии, и в Аделаиде они были, и в Сиднее, и договора, и контракты, то есть Рудхуп продел огромнейшую работу. Сейчас будут, как раз, все результаты, все. Поэтому, друзья, сейчас туда не прилетели и Абудаби из Арабских Эмиратов, поэтому там тоже большая работа, это уже продолжение индийского проекта. Поэтому все идет своим чередом, и тут уже, когда говорят, покажите стройку, или покажите там, что-то кажется, что идет медленно, друзья, на прошлой неделе только мы увидели с вами новый класс машин, это многосекционный Юникар, который в городском цикле будет выполнять полностью все функции, и он может быть от 6-местного до 42-местного, и, соответственно, это новое направление. Поэтому все испытания, там и путевой структуры подготовки для него, и грузовой, все идет, друзья, своим чередом, и все, когда надо. Уж вы-то, когда здесь между собой, мы должны понимать, друзья, мы и так делаем уже и такими темпами и столько, что, ну, когда кто-то говорит, что что-то медленно, мне это даже не смешно слушать, мне это просто, знаете, плечами пожимаю, говорю, друзья, давайте другое место, потому что все профессионалы, начиная от вице-президента Сименса, которому Багурин пришлось собрать, сказать, что мы юнибайки и юнибусы сделали за 4 месяца, включая конструирование, подготовку и изготовление живой машины, которая встает на испытания. Вот, то есть ни одному сегодня, кто работает в традиционном сегодня конструировании бизнеса, это просто невозможно такое понять. И сегодня уже, когда параллельно и подготовили, переехали в новый офис, то теперь уже как актив именно база Skyway в Белоруссии и подготовили производство. В ближайшее время там вы увидите, там Александр Викторович Синкевич, конечно, как он развернулся на производстве, прям человек горит. И я очень рад, что еще один такой энтузиаст, просто фанат своего дела. И ему именно мы обязаны тем, что такого качества в такие сроки появился. Юнибайк, юнибус, юнибутрак, юнибус уже в трех вариантах сегодня городского исполнения. А там какая линейка готовится, друзья, тут еще впереди такие чудеса. И именно профессионалам такого дела мы обязаны. Я уже начал когда-то так упоминать, что сегодня вокруг Ленинского действительно собирается очень талантливая профессиональная команда. Это тоже основной результат того, что происходит. Видите, как основной, как мы его называем, джадай. Виктор Бабурин, он вообще постоянно с ним и сам ездит. Это тоже, скажем так, находка. И я его знаю очень давно, но так как он сейчас раскрывается как талантливый менеджер, как управленер, директор, это прямо на моих глазах. Я просто очень радуюсь. Мы выступаем, ну, все делаем. И мой теперь уже, можно сказать, и партнер в свое время ученик, а теперь уже и друг, и товарищ это Леша Суходоев. То есть тоже то, что мы сейчас делаем, друзья. И дальше мы перейдем, как раз будем вам рассказывать о том, что мы сейчас идем в ногу со времени с цифровой экономикой, с экономикой роботов. Мы как раз все это оформляем и делаем в сегодняшних трендах. Мы тоже как раз сейчас перейдем к этому. Но я почему сейчас начал говорить о команде, именно о тех людях, которые собираются. Вот там буквально, наверное, в конце этой недели, может быть, на следующей неделе фильм, который был на Экофесте, который сделал Женя Петров. Такое видение будущего. Я обязательно этот фильм буду и по своим ресурсам раскидывать, и везде он будет в наших чатах, и всем надо его рекомендовать, потому что, друзья, это очень талантливый, очень хороший фильм. И Женя Петров – это очень талантливый писатель и режиссер. И я не мог долго, вот я когда фильм посмотрел, у меня что-то крутилось. Думаю, вот почему у меня такое знакомое ощущение, почему мне так нравится с самого начала этот фильм, он вот настолько захватывает. А не мог себе объяснить. И тут буквально, друзья, летел в самолете, вот сильно уставший, и включил… Я очень люблю Андрея Тарковского. И смотрю, в списке стоит фильм «Сталкер» Андрея Тарковского. Это один из моих любимейших таких фильмов, которые я очень люблю по глубине, вообще просто по такому содержанию, именно художественному видению. Я вообще Андрея Тарковского очень люблю. И я, когда посмотрел этот фильм, я неожиданно понял, что вся логика, которую Андрей Тарковский закладывал, Женя интуитивно, потому что я ему позвонил, говорю, Жень, ты у Тарковского ничего, так сказать, как бы специально не переписывал сценарий, он говорит, нет, я даже не смотрю, об этом не думал. То есть для меня, как теперь, вот если говорить, такая ассоциация, то Женя Петров – это наш Тарковский, именно Скайвейский. Конечно, пока приходится приводить такие ассоциации, со временем он, конечно, будет самостоятельной фигурой, самостоятельным режиссером, потому что у него много и много еще впереди работы. Вот, поэтому здесь, друзья, я сейчас… Потому что мне тут очень много написали, это самое, что Косарева Надежда Геннадина, когда выступала на конференции в Ялте на юбилее свига, ей задали вопрос по крипто-направлению, по платформе, то есть она под комментарий отказала, что компания этим не занимается, этим занимается группа энтузиастов. И мне как раз сразу там один деятель там прям начал писать, что вот главная компания в лице генерального директора Надежды Косарева открестилась от крипто-направления, сказала, что мы этим там не занимаемся. И мне аж прям смешно стало, я ему написал, вы точно прослушали это выступление, она точно сказала, что этим занимается группа энтузиастов, а не группа самозванцев. Я говорю, я ничего не путаю, нет? Вот, он говорит, нет, она сказала энтузиастов. Вот, на что я вам даю вопрос. А вы в курсе, что ЗАО «Струнные технологии» зарегистрировано в Беларуси и являясь генеральным директором ЗАО «Струнных технологий», нельзя заниматься токенами, блокчейном и платформой, потому что это в законодательстве Беларуси не прописано. И поэтому естественно, что генеральный директор ЗАО «Струнных технологий», который занимается развитием технологий на территории Беларуси, она не может этим заниматься. Этим может заниматься только инициативно какая-то группа. Я вот вам буквально в трех сейчас расскажу, что это за группа. Я обязательно показывать, обязательно говорить, что... Но двоих этих энтузиастов вы, наверное, уже знаете. Это ваш покорный слуга и Алексей Суходович, который сегодня мы год изучая и сейчас мы подведя именно всю цифровую основу экономику токенов, мы это объединяем с Транснетом и показываем дальнейшее развитие. С самого начала в нашей команде и человек, которому единственное, кому мог доверить Юницкий и разрабатывать это направление, это Дмитрий Владимирович Терехин. Вы слышали, наверное, эту фамилию, наверное, видели этого человека, кто был в Экофесте. Вот, кстати, фотография. Этой фотографии 17 лет, чтобы вы понимали. Это октябрь 2001 года. С правой стороны стоит Антон Дович Юницкий, с левой стороны, с другой стороны, это Дмитрий Владимирович Терехин. Это... Друзья, вот это тоже прошу, чтобы каждое слово и каждое это понимали. Это человек, который 17 лет назад инвестировал в проект Skyway более полутора миллионов долларов. Еще раз скажу, полутора миллионов долларов. И, соответственно, это первый крупный инвестор, который пришел, и благодаря которому и появился наш дедушка, и построил полигон. И как раз результаты, которые увидел уже потом Александр Иванович Лебедь, то как раз здесь с исторической точки зрения надо отдать должное справедливости именно Дмитрию Владимировичу, что он первый пришел в проект, а потом уже как результат и в развитии Александра Ивановича Лебедь. Поэтому вот благодаря двум этим людям проект в 2001 году очень серьезно двинулся. И дальше он был всегда рядом с проектом. И сейчас, опять же, Анатолий Доварович очень к нему хорошо относится. И он отдает ему должное. Вы помните на Экофесте даже в бронзе было отлито несколько фигур, которые сыграли на сегодняшний момент для музея Skyway наиболее такую серьезную роль в развитии проекта. И там помимо Александра Ивановича Лебедя и самого Юницкого, там еще и Дмитрий Владимирович. И этот ряд будет пополняться по мере того, как будут люди, которые будут серьезный вклад вносить в развитие Skyway. И сегодня именно все началось где-то, ну Алексей потом поправит, я могу сказать, потому что, наверное, где-то 7 или 8 месяцев назад, когда вот мы втроем, я, Дмитрий Владимирович и Алексей, мы приехали в Юницко, мы сказали, что время подошло, надо запускать именно крипто направление, надо ориентироваться на еще группу инвесторов и расширять возможности, которые сегодня есть. И Юницкий, это я считаю, он тоже такой же, как и Виктор Бабурин, член этой группы энтузиастов. Мы тогда проговорили, сказали, что мы запускаем это направление. Единственное, что он говорит, мы не можем на это тратить ни время, ни людей, ни ресурсы, потому что заострованные технологии занято именно созданием технологий и отвлекать сегодня людей, специалистов нет. Поэтому мы взяли заново разрабатывать, направление. Сегодня, когда оно на выходе, мы можем четко сказать, что мы создали, наверное, лучший продукт сейчас в этом направлении, который используют именно и технологии блокчейн и криптовалюты. Мы подвели сюда сейчас всю экономику, о чем мы с вами будем постоянно говорить и мы будем показывать. И мы крипто-сообщество, друзья, тоже прошу, крипто-сообщество готово предложить сегодня абсолютно новый инструмент, новый механизм, который будет радикально отличаться от того, к чему они привыкли. И мы сегодня с вами, как именно уже люди, которые работают внутри проекта Skyway, которые знают, что такое Skyway, которые понимают суть того, как будет формироваться Transnet, мы сейчас это фактически переводим на язык уже именно программирования блокчейна, именно на сообщество, которое сегодня находится вот в этой цифровой, как они себя называют, экономикой. Потому что мы все-таки радикально отличающиеся от тех, кто сидит внутри вот этой виртуальной, цифровой, оторванной от жизни экономики. И по сути дела, мы сегодня, создав свою крипто-платформу, мы сегодня, создав мета-проект, который мета я тоже объяснял, я поясню еще раз, что такое мета-проект. Соответственно, это все связывает. Так вот, друзья, вот Дмитрий Владимирович, это еще один член вот этой группы энтузиастов, которые сегодня разрабатывают крипто-направления и из которых разрабатывают сегодня нашу мета-платформу. Так, а еще, Леша, а фотографии, где мы в эту самую, ну ладно, потом тогда поставим фотографии, где уже наши дни, где мы с Дмитским и с Терехиным как раз присутствовали на запуске юнибайка, юнибуса на жесткой путевой структуре и, соответственно, в экотехнопарке, где есть фотография, где мы с ним находимся в двух образах. Так вот, друзья, я могу сказать, что когда такого уровня люди, которые в проекте уже 17 лет и которые инвестировали не 100 долларов, не 1000 долларов, вот как сегодня многие обсуждают и считают себя очень уже значимыми инвесторами. То есть, вот человек, который 17 лет назад инвестировал полтора миллиона долларов. Естественно, что, друзья, это один из, наверное, после самого юнибского крупнейший акционер сегодня Skyway. Это абсолютно закономерно, я думаю, что абсолютно. Да, вот фотография. Это первый день, когда мы приехали и в этот момент юнибус запускался по жесткой путевой структуре, хотя это было с опережением графика, но тогда был приезд индийской делегации и юнитский принял решение на жесткую структуру уже запустить юнибус. Соответственно, мы были в это время в экотехнопарке и вот так вот неожиданно начались эти испытания, ну и вот мы, как видите, сфотографировались. Это тоже уже нового уровня, точнее, это уже современная фотография. Поэтому я очень рад, что я сейчас работаю с такими людьми, как Алексей, как Виктор Бабурин, который непосредственно принимает участие во всех наших и мозговых штурмах и именно разработке основных концептов. Естественно, что ни одно это не проходит без согласования, без консультации именно с автором проекта, с инженером Юницким. Еще один очень интересный человек, который сегодня активнейше работает в этом проекте, вы многие слышали его фамилию, вы многие знаете, это Франтишек Солар, это наш лидер из Словакии, который сегодня организует работу по Центральной Европе и является самым крупнейшим инвестором и его структуру, которую он сейчас создал, работает самым активным образом и участие в создании именно криптонаправления, он тоже принимает самое непосредственно активное участие. Поэтому команда, которая сейчас есть, друзья, она очень и очень профессиональная, самым активным образом принимает работу Евгений Кудряшов, это директор фонда Skyway Capital. Сейчас очень активно подключились и работают все директора Capital, и Володя Маслов, и Ирина Волкова, и Лариса Артамонова, все поднимают в значимости суть того, что происходит. Алексей вам потом расскажет, что сейчас мы активно свои все усилия и работу делаем вместе с экспертом именно в финансовых рынках. Это Виктор Тарасов, он ведет вебинары и сейчас активнейшим образом работает в направлении именно нашей Skyway Coin, криптонаправления. Поэтому все, что сейчас делается, друзья, это совместные уже усилия, и эта команда энтузиастов, которая сегодня есть, она, друзья, как раз нацелена и запускает именно на то, чтобы вывести проект именно в современную финансовую сферу, потому что сегодня только, ну не знаю, ленивый не обсуждает, что такое криптовалюта. У меня закидали письмами, что сегодня было совещание в Сочи о том, что президент Путин там что-то говорил о криптовалюте. Друзья, ну они могут говорить и делать все, что угодно, понимаете. Я без всякой критики, без всякой, то есть мало кто понимает, что такое происходит. Кажется, что если мы обычный рубль заменим крипторублем, то завтра все зацветет. Мне понравилось очень серьезный комментарий в чате. Он говорит, друзья, для того, чтобы добывать нефть, продавать металл и так далее, для этого никакой крипторубль сейчас не нужен. Если считают, что при обычном рубле мы сегодня все, экономика загибается, то завтра мы ведем крипторубль и все зацветет. Нет, друзья, для этого надо вводить новое управление, новую систему и как раз блокчейн это абсолютно новая информационная технология. Здесь как раз я больше согласен с выступлениями Германа Грефа, президента Сбербанка, который как раз показывает сейчас новую эру цифровой экономики, экономики роботов, которая вся будет делаться на технологии блокчейн. Естественно, мы как проект, который стоит на острие инноваций в сфере техники, мы не можем пройти и не можем не участвовать в этом процессе. Поэтому, а здесь, друзья, мы с вами как раз понимаем и мы это доносим о том, что экономика Transnet Space, то есть то, что сегодня создается вокруг новой транспортной технологии, это принципиально новая экономика, это принципиально новый принцип, но система взаимодействия. То, что мы сегодня создаем, мы объединяем мир виртуальной экономики, виртуальных денег с реальной экономикой, которая построена на транспортной технологии Skyway. И дальше мы, друзья, сейчас будем на всех наших вебинарах, на всех встречах вам показывать суть, как возникает именно капитализация и расчетного инструмента, каким будет являться Skyway Coin при формировании новой экономики. И это экономика, которая будет именно в основу шестого технологического уклада ставить инженерные разработки Skyway. И сегодня мы уже вам покажем, что вся классификация, которая сегодня есть, это и грузовые перевозки традиционные, которые сегодня есть, и уголь, металл, сыпучие грузы, и контейнерные перевозки с использованием абсолютно новых принципиальных решений. И пассажирские перевозки скоростные 500 км в час, и внутригородские, межгородские скоростные 150 км в час, и тяжелыми машинами, то есть много местными, и, соответственно, легкими машинами, и персональными юнибайками. То есть целая линейка, которая сегодня создается, это основа экономики, это основа транснета. А транснет, он в себя включает, друзья, и, собственно, сами перевозки товаров и услуг. И коммуникационные системы, то, что внутри будет находиться, как мы это назвали, транскон, это то, что будет находиться внутри передачи информации. И то, что передача энергии и сама генерация ее потребления, это все будет находиться внутри транснета. И то, что будет находиться в системе новой технологий, связанных с производством гумуса и производства сельского хозяйства. Это все объединяется, друзья, в единое пространство. И оказание сервиса, услуг, которые также будут все это наложены на новые транспортные коммуникации. И система расселения, и строительство новых линейных городов, это транс-девелопмент, то есть это все направление. Так вот, друзья, все это вместе дает новую экономику, которую мы назвали транспейт. Именно транснет, потому что основа это инженерные коммуникации, которые идут в передаче энергии, информации, товаров и услуг. И то, что будет формироваться вокруг нее услугами. Так вот, то, что мы сегодня делаем с Skyway Coin, и это, друзья, абсолютно логично, потому что если основой этого технологического сегодня и нового экономического уклада является Skyway Transnet, то, естественно, и единая расчетная и учетная единица, друзья, еще раз, расчетная и учетная единица, также должна быть генерирована и обслуживать в основном, скажем так, первую очередь Skyway. Поэтому и Skyway, это мне задает вопрос, почему именно Skyway Coin? Потому что это Skyway система. И она много будет еще дальше модернизироваться, унифицироваться. Вот мы покажем вам в ближайшее время, наверное, ближайшие 2-3 недели, когда уже начнем готовиться к презентации именно крипто-сообществу. Вот сейчас просто, друзья, это фактически мы вам рассказываем о возможностях и о том, что мы сейчас делаем с применением именно элементов виртуальной цифровой экономики, расчетов, которую мы сегодня включаем в проект. И, соответственно, то, что мы сегодня разработали и сделали, она не имеет никаких сегодня аналогов, потому что это все продолжение проекта Skyway. Просто сегодня мы подошли к тому, что реальную экономику, которая сегодня растет на сети адресных проектов, которые уже создаются, я, друзья, уже даже не напоминаю, не говорю, что это стало возможным только потому, что мы создали сегодня систему, которая продемонстрировала возможности технологий. То есть создано конструкторское бюро, создано производство, опытное производство, сейчас уже создается масштабированное уже серийное производство под адресные проекты. И сегодня идет уже формирование адресных проектов. Почему идет постоянное формирование? Потому что вы слышите постоянные новости, которые идут во мной компании, вы слышите от всех директоров. Вот Володя Маслов, вот сейчас у нас была оперативка буквально перед вебинаром, он выходил на связь из Грузии. Вот они провели там две конференции и, соответственно, в Батуми и в Белиси. И, соответственно, приехали с целым набором предложений уже адресных проектов. Так вот, друзья, сейчас, отвечая на очень многие вопросы, потому что, друзья, в чатах идет очень активное обсуждение, поэтому мы все вопросы видим и мы, соответственно, все те вещи, которые обсуждаются, мы сразу будем здесь на вебинарах рассматривать. Чаты очень полезные именно с точки зрения обсуждения. Так вот, был вопрос, что почему сегодня власть или почему мы не взаимодействуем с властями, допустим, России или Беларуси по созданию именно криптоплатформы направления. Ответ очень простой, друзья. Для этого должно быть понимание. И это не только сегодня, скажем так, специфика чиновников России, Беларуси. Это сегодня повсеместно во всем мире. Британия воюет сегодня с биткоином, с блокчейном. Америка постоянно какие-то выкрутасы делает. Даже 5 месяц назад ввели декларирование, что если ты пересекаешь границу, должен показать на счету, сколько у тебя есть битков. Большего абсурда вообще представить невозможно. Но есть, друзья, и другие страны. Это страны, которые понимают перспективность и работают. И сегодня есть 5 юрисдикций в мире, которые прописали законодательно на уровне, что они взаимодействуют и работают и учитывают блокчейн. Это Лондон. Естественно, что первое, что прописал, это прописал Сингапур. И что для нас очень важно, мы много выбирали, смотрели, где нам регистрировать именно фонд и компанию, которая будет выпускать и делать. И мы пришли к выводу, что это все-таки должно быть Швейцария, это Кантон ЦУП, который действительно сегодня является передовым. И буквально вот позавчера я в Дапеште, проводя конференцию, я уже проводил переговоры с одним крупнейшим инвестиционным фондом из Кантона ЦУП, который сегодня делает инвестиционные проекты. И мы договорились и о том, что мы готовим программу для Кантона именно с использованием технологии. Это все, что касается сейчас туризма. И, соответственно, готовим расчеты блокчейна, потому что для них это готово. И вот тут тоже горячие головы говорят, что сейчас там закроют сайты, закроют программу. Друзья, если мы регистрируемся в Швейцарии, в Кантоне ЦУП и все сайты, и все зарегистрировано на эту компанию в Швейцарии, то как власти там в России, Белоруссии или я не знаю кого могут закрыть эти сайты. Вот я, допустим, не до конца это представляю, что мне кто-то объяснит из наших знатоков, я поверю. Потому что в Швейцарии, друзья, мы ничего не нарушаем. Мы работаем по их законам, мы взаимодействуем, мы делаем для них нужное дело. А если вы через интернет входите на этот сайт и, соответственно, начинайте с ним общаться, ну, для этого надо запретить интернет тогда в России, а не закрыть какие-то сайты. Поэтому это тоже очень сейчас я такие вещи иногда с улыбкой смотрю, когда кто-то говорит, мы запретим продажу биткоинов. Если я это покупаю через какие-то там швейцарские или сингапурские фонды, ну как мне это может кто-то запретить? Если сам я хочу купить, то это вы не должны запретить, сказать, ты не имеешь права покупать биткоинов. Тогда введите ограничения. Как пытается сейчас Америка, что тот, кто владеет криптовалютой, тот является мошенником, тот является вором или тот является, там, не знаю, нарушителем закона. Но тогда обеспечьте, как это будет работать. И в нашем сегодняшнем мире, друзья, это вызывает несколько как бы улыбки. И это люди, которые находятся в старом времени. Они не понимают, что это происходит. Они произносят слова. Экономика роботов, интернет, мир интернет вещей, цифровая экономика, блокчейн, но не представляют, что это такое. И как раз вот наша задача, друзья, это то, что мы сейчас делаем. И вот наша с Алексеем функция, то, что мы сейчас доносим. Мы как раз экономику, которая строится на реальных технологиях, которые мы с вами уже создали, которые существуют, начинаем показывать для сообщества, которое живет в другом мире, которое реально понимает, что такое цифровая экономика. И мы сейчас, друзья, все это увязываем. И это будет очень интересный механизм, и это будет очень интересная система. Поэтому мне когда говорят о запрещении, там кто-то запрещает то, что во-первых, само время показалось, что сколько не боролись с биткоином, а в Китае одно время даже была смертная казнь за операцией с биткоином. Сегодня Китай реально заявляет о том, что собирается выпускать свою национальную криптовалюту. Это тоже очень интересный такой вопрос, что если криптовалюта, это не значит, что та, которая просто крутится в интернете. Нет, друзья, у нее другой принцип. И вот это вы должны понимать. И мы вам это будем рассказывать, что система блокчейн, это не просто оцифровывание рубля или доллара, который сегодня крутится в интернете. Это абсолютно новая логика расчетных инструментов. Это абсолютно открытая бухгалтерия, это абсолютно открытый учет. Это децентрализованная валюта, которую нельзя контролировать с точки зрения сегодняшних центробанков или регуляторов. И поэтому понятно, что у них это вызывает сегодня просто аллергию и отторжение, потому что мир меняется, он радикально меняется. Здесь, друзья, я постоянно вам повторяю, на всех наших встречах, на всех вебинарах, на всех конференциях о том, что за последние 20 лет мир изменился радикально. Если кто-то мне будет говорить, что не изменился, я даже не хочу это слушать, это даже неинтересно. Особенно интересно, когда мой там книжка задает вопрос, папа, а какой у тебя в детстве был интернет? И он не может понять о том, что интернет появился совсем недавно. То есть и в том качестве, как он сегодня есть, то абсолютно новый принцип, абсолютно новое взаимодействие. Так вот, друзья, сегодня мир цифровых вещей, то, что мы сегодня создаем, это новое взаимоотношение реальной экономики, которая создается на инженерных технологиях Юницкого, это транснет, и то, что сегодня создается в виртуальной цифровой экономике, которая делает новую систему расчетов, которая делает новую систему учетов, которая устанавливает новые правила игры. И когда это соединяется, друзья, сейчас именно в нашей мета-платформе, почему мы это назвали мета-платформа, друзья? Мета-это изменение. Метаморфоза в биологии, кто знает, сталкивался или там, кто еще не забыл из школы, это когда гусеница превращается в бабочку. Это метаморфоза, когда одно насекомое, проходя изменения, становится совсем другим. Нельзя сравнивать гусеницу и бабочку, потому что гусеница это то, что ползает в траве, а бабочка это то, что летает в небе. И это абсолютно два разных насекомых. Но вот эта метаморфоза, это, ну, есть еще ряд метаморфоз в природе, но это наиболее значимое. Потом этот цикл замыкается, потому что бабочка откладывает яйца, и в яйце получается опять гусеница, и которая опять происходит в метаморфозе. Так вот то, что мы сегодня делаем, и это уже с подачи наших швейцарских друзей, швейцарских партнеров, а это лучший юридический дом в мире, который сегодня обеспечивает сегодня оборот и именно запуск блокчейна и криптовалют. Соответственно, мы в несколько итераций пришли к пониманию, что наша вот эта платформа, именно криптоплатформа, будет называться метаплатформа. И многие сначала там подумали мега, то есть очень большая или глобальная. Нет, друзья, не мегаплатформа, а метаплатформа. То есть та платформа, которая изменяет. И как раз мы сегодня являемся тем входом, именно тем взаимодействием, где реальная экономика начинает взаимодействовать с цифровой экономикой. И те результаты, которые мы дальше с вами будем получать, это как раз то, что будет давать этот симбиоз. И почему этого раньше не могло быть, друзья? По двум причинам. И технология блокчейн и, соответственно, виртуальной экономики, она развивалась, она жила своей жизнью. И, соответственно, основу шестого технологического уклада, технология, которая является основой Транснет, она тоже только создавалась. Сегодня и то, и другое готовы. Поэтому, друзья, это абсолютно закономерно, что это соединяется и получается принципиально новый продукт. Принципиально новый продукт. Поэтому, друзья, мы с вами как инициаторы и как те, кто создали технологическую основу, потому что здесь надо четко понимать, без технологии, без того, что мы с вами создали, говорить о чем-то дальше было абсолютно нереально. Потому что вся реальная сегодня вот эта цифровая виртуальная экономика, экономика роботов, экономика интернет-вещей, она пришла сегодня в определенный идеологический ступор. Потому что, когда 10 лет назад только родился термин интернет-вещей, все понимали, что это огромный скачок, что все ожидали от этого огромного роста и туда старались инвестировать для того, чтобы на этом получить серьезную прибыль. Но оказалось, что эта концепция незаконченная, что сегодня экономику роботов создать невозможно. Нельзя сегодня сотни тысяч дронов, которые будут летать по улице, потому что они будут падать, они будут сталкиваться, и система безопасности настолько сложная, что сегодня эта идея делается тупиковой. Невозможно сегодня сделать экономику роботов, которые будут осуществлять услуги. Когда Алексей показывал, что он заказал адаптер на ресепшн в гостинице, и к нему приехала урна говорящая, и показывает, привезла этот адаптер. Это как концепт, да, это интересно, но с точки зрения затрат, с точки зрения окупаемости консьер, который бегал 100 лет назад и 200 лет назад, это ничего не меняется. Поэтому принципиально новая экономика должна быть. И вот здесь как раз Transnet Space, то есть то, что мы с вами создаем, это абсолютно новые услуги, это абсолютно новая экономика, которая сегодня входит в нашу жизнь. Как мы говорили, что мир изменился за последние 20 лет, потому что для того, чтобы получить информацию, вам не надо теперь идти в библиотеку, или не надо включать телевизор, вы открыли компьютер, нажали на кнопку, и вы в информационном поле Земли, вы подключены к интернету. А, соответственно, дальше, как сегодня развивается Transnet, и он начинает активно двигаться, то через какое-то время вам для того, чтобы переместиться из любят тролли здесь, говорить о том, что отсюда в Париж, я очень люблю этот пример, что не снимая своих тапочек, не снимая, не выходя, не вставая со своего кресла, вы перемещаетесь в Париж, занимаясь при этом обычным делом. Это как раз то, что создает сегодня Transnet Space. А помимо всего прочего, друзья, еще и возникает очень много бизнеса, который становится сопутствующим. И я вам могу сказать, что в Эко-технопарке, на Эко-фесте 2018 года вы увидите уже работающую модель именно новой экономики роботов, вы увидите, как это взаимодействует, и мы это сегодня готовим, и мы вам это все продемонстрируем не просто на каких-то словах, не просто на каких-то схемах или анимациях. Вы реально увидите, как это работает. Ну и сейчас, прежде чем передать слово Алексею, он свою часть как раз с точки зрения более глубокого и уже более профессионального подачи термина, я вам буквально в двух словах покажу, как на примере в Будапеште, что такое сегодня Transnet Space, то есть сегодня экономика, которая не заработала в мире интернет вещей, когда миллиарды устройств взаимодействуют между собой. Вы в своем юнибайке сидите дома, работаете на компьютере, вам закрыто пространство, соответственно, вам надо ехать в Париж. Вы даете команду своему юнику, это искусственный интеллект, то есть ваш голосовой менеджер, который управляет всеми устройствами в доме и вашим юнибайкам, вы говорите ему, что надо в Париж и продолжаете дальше работать. Ваш юнибайк встает на линию, через лифт цепляется с трасси и двигается по направлению к станции, где он уже будет пересадка на скоростную трассу для того, чтобы ехать в Париж. И в этот момент, друзья, вы захотели пиццу, вы захотели перекусить. И вы говорите своему голосовому помощнику, юнику, который живет в вашем, это по аналогии с Ватсоном, по аналогии с Сири, который сегодня находится в каждом айфоне. То есть вы говорите, что мне, пожалуйста, пиццу Маргариту и не холодную Кока-Колу. Вы сказали и забыли. То есть вы дали команду. Значит, что дальше происходит? Дальше ваш компьютер связывается с ближайшей станцией, на которой стоит пиццерия и изготавливается пицца, дает заказ, эта пицца изготавливается, упаковывается в специальный контейнер и, соответственно, доставляется, ну это все в одной станции, на путевую структуру, которая контактит с тем, где вы проезжаете. Ваш юнибайк притормаживает, у вас небольшой люк и этот контейнер в автоматическом режиме попадает к вам в юнибайк. Соответственно, вы едете дальше, то есть то, что он притормозил и, соответственно, вы даже не заметили, но вы открываете подлокотник в своем юнибайке, там находится контейнер, в контейнере находится пицца и недорогая, и не холодная Кока-Кола. Соответственно, вы перекусили, положили это в другой ящик и куда это потом делось, тоже, соответственно, вы не обращаете внимания, потому что это работает в автоматическом режиме. Таким образом, друзья, начинает огромное количество услуг, которые сегодня невозможно оказать в системе интернета, это реальное перемещение товаров и услуг в системе Транснет становится возможным. Поэтому это все будет работать только в одном случае, если в вашем личном кабинете, на вашем счету находится какое-то количество Skyway Коинов. Если у вас их нет, значит, соответственно, ваш компьютер говорит вам, пиццы не будет, потому что, соответственно, потому что у вас нет на счету расчетного инструмента. Вы спрашиваете, а что делать? Вы говорите, тут задают вопрос, это всегда следующий вопрос, что человек съел пиццу, а потом хочет что-то другое. Друзья, это тоже, на это есть ответы, и мы вам расскажем потом, как это тоже будет работать, но только чуть-чуть попозже. Соответственно, ваш компьютер будет или ваш юник вам будет говорить, что крутите педали, вырабатывайте электроэнергию, за это вам будет начисляться какой-то насчет, как накрутить определенное количество, так вам или пиццу привезут, или вы можете поехать. Вот, конечно, это такая шутка, но в каждой шутке есть доля правды, потому что это мы назвали таким понятием, как физический майнинг, когда вы вырабатывая и перерабатывая свою энергию в электрическую, таким образом можете реально еще и зарабатывать, потому что эта энергия потом будет использоваться для движения. Но это, друзья, с точки зрения, скажем так, четкого понимания и визуализации того, что есть. Таким образом, друзья, то, что мы сегодня делаем и запускаем, это расчетный инструмент за все товары и услуги, которые будут внутри сети трансфер. Соответственно, это единый будет учетный центр с точки зрения построения логики, но абсолютно децентрализованный по самой логике блокчейна. Вот, друзья, как раз мы и будем показывать и сообществу, которое сегодня привык и знает работать, что такое криптовалюта, что такое токены, что такое коины, что такое транзакции, что такое комиссии. Вот это как раз все мы, друзья, будем увязывать и рассказывать. Соответственно, для наших друзей из криптосообщества мы будем показывать, и здесь мы надеемся, что вы все будете нам активно в этом помогать, потому что все, кто придут из криптосообщества, Они либо ничего не знают про Skyway, либо знают очень поверхностно, либо еще что тоже очень вероятно, знают отрицательные моменты, потому что доброжелателей у нас в интернете много. И соответственно, друзья, мы с вами должны реально показать, и вот наша сила нашего сообщества, друзья, сообщества Skyway заключается в том, что мы все внутри технологии, она создана благодаря нам. Никому, кто сегодня сидит внутри Skyway, не надо объяснять, что такое Unibike, Unibus, мотор-колесо, аэродинамика, натяжение струн, как это работает. Мы этим внутри уже самой технологии. Но я согласен, не многие из вас, друзья, знают, что такое майнинг, что такое блокчейн, что такое экономика токена и так далее. И зачастую, друзья, нам сейчас это и не надо знать. Мы должны с вами уметь объяснить, что такое Skyway. И вот этот как раз дальше, кто будет вникать более глубоко, он, конечно, потом поймет и будет работать. И с крипто-сообществом я объясняю с ним. Но самое главное сейчас, друзья, это объяснить этим виртуальщикам, этим людям, которые несколько оторваны от реальной экономики, что такое Skyway. И то, что мы сейчас делаем, друзья, еще раз скажу, это смычка, которая сегодня накладывает реальную экономику на экономику токена. И здесь, друзья, ни в коем случае не надо путать. И это глупости, когда вам говорят, что IPO и ICO это одно и то же. Это бред. И о том, что сегодня токены это электронные акции, которые привязаны к собственности или к прибыльности компании. Это тоже, друзья, неверно. Все, что сегодня есть, это единый учетный расчетный инструмент, который только фиксирует, который происходит внутри реальной экономики. И это тоже надо понимать. Здесь, друзья, могу сказать, что очень мало специалистов, которые сегодня проводят эту грань и которые понимают, из чего будет строиться экономика именно Skyway Coin. Но это, друзья, как раз наша задача. Мы вам ее покажем и мы вам ее расскажем. И самое главное, что у нас Skyway как реальная экономика. Вот с этого надо начинать. Все, друзья, на этом я передаю слово Алексею. Алексей свою часть более связана с понятиями. А я в конце, как всегда, сделаю небольшое обобщение. И, друзья, шаг за шагом постепенно мы с вами будем начинать двигаться именно с точки зрения познавания именно транснет-спейса и экономики Skyway. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Ну, действительно, как бы вопросов очень много. И, в первую очередь, я хотел бы сказать, вообще, вот, как бы, видео уже сказал, но буквально кратко скажу, зачем мы это делаем. И, как бы, на что это ориентировано, почему мы это стали рассказывать именно для нашего сообщества. Во-первых, как бы, изначально мы думали, как связать вообще именно и нужно нам вообще направление блокчейна, крипто направление непосредственно в синхронизации со Skyway. И у нас в дорожной карте, которая сформировалась примерно 6 месяцев назад, такая вот предварительная дорожная карта, сейчас она наиболее точная и все увидят ее. То есть сейчас это пока, ну, так скажем, секретный документ, но я могу сказать, что все у нас будет в открытом доступе и каждый может, потому что это суть блокчейна, посмотреть вообще вот сколько инвестировалось в проект, то есть куда деньги пошли. И будет абсолютно прозрачно. И также у нас заработает ресурс GitHub, ну, кто в IT, кто с дизайном работал, кто вообще как бы с программными продуктами работал, я думаю, в курсе. И все смогут посмотреть. Там будет у нас расположена, ну, я думаю, что через несколько недель уже концепция, которая именно приближает к белой бумаге. То есть почему называют белой бумагой? Потому что, ну, цвет у бумаги это разный в зависимости от этапов. Вначале она такая желтая, потом коричневая, потом, почему белая? Потому что это уже выверенная, четкая бумага. И это документ, который у нас будет выкладываться уже на сайт, который, соответственно, мы планируем запустить максимум, это ноябрь, ну, вообще как бы по планам до конца октября это все запустить. И это все необходимо для того, чтобы в первую очередь подкрепить и дополнительной капитализации, но также в технологическом плане максимальной безотказностью сети Transnet. И на самом деле мы нужны друг другу, то есть и блокчейну Skyway, как воздух, действительно нужна технология и в первую очередь путевая структура, сейчас вот чуть попозже расскажу. И блокчейн нам нужен, то есть вот это именно цепочка блоков, потому что для сети Transnet нужна максимальная безотказность. Мы пообщались с различными экспертами, консультантами и также вот эту идею поддерживает и наш технический лидер в ходе мозговых штурмов, это проскальзывало. Что может случиться вообще вот в принципе с сетью, в которую можно войти, которую можно взломать и в которую перемещается огромное количество людей, пассажиров и грузов. В принципе это может случиться и с авиаперемещением, но там немножко как бы другие моменты, то есть это будет сразу, ну вы понимаете, что если произойдет авария самолета, то это цепной реакции будет направлено на максимальное увеличение безопасности и просто на истребление тех людей, кто спровоцировал вот эту вот атаку. Что может теоретически произойти в любой сети, то есть могут создать, наплодить ботов, тем самым блокчейн даже можно в принципе, не блокчейн извиняюсь, интернет положить, любой сайт, то есть DOS атаки это все всем известно. И вот эти вот как бы фейковые и транзакции и фейковые допустим подвижные составы и вообще неадекватная и недостоверная информация, ей можно теоретически просто заполонить сеть и будет такой вот грандиозный сбой. В чем суть блокчейна? В отличие от интернета, вы все понимаете, что внутри нашей путевой структуры также будет находиться и передача интернета через оптоволокно. И что касается блокчейна, к примеру, представим, помечтаем чуть-чуть, что сеть Transnet работает на распределенной сети, именно децентрализованной. И что произойдет, допустим, если произойдет сбоя на нескольких станциях, на нескольких, допустим, или пускай десятков, если уже сотни подвижных составов. При перезагрузке сети просто произойдет восстановление порядка, который был заложен изначально. И никто этого не может остановить и никто этого не сможет взломать. И когда мы к этому начали приходить, то кардинально изменилось понятие экономики вообще проекта. То есть в начале, я на видео это говорил, которое ВКонтакте выложил, и мы уже поняли, что не стоит играть такие детские игры, как привязываться к внутренней расчетной единице. Мы к этому придем, но позже. И дай бог нам дожить до этих времен, как говорила бабушка Сергея Анатольевича. Вначале нам нужно выстроить экономику токена. Для выстраивания четкой экономики токена с максимальным количеством транзакций, я не побоюсь этого слова, наверное, самым одним из максимальных, которые сейчас вообще проекты запускали. Нам нужен специфический блокчейн, нам нужна специфическая технология. То есть меня многие спрашивают, и я понимаю как бы интерес, что хочется внести свою лепту и как-то помочь проекту. Это замечательно. То есть обязательно пишите, ну в основном в социальных сетях, пожалуйста, пишите. Потому что я сильно не могу как бы быстро реагировать в скайпе, потому что скайп просто забит, там более тысячи сообщений. Я разгребаю и появляется снова. Но если как бы сообщением только заниматься, то вы понимаете, сколько на это времени потребуется. И мы выбрали ту действительно технологию блокчейн, которая максимально удовлетворяет нашим потребностям. Это технология Graphene. И сейчас мы тестовый блокчейн, ну вот именно лицевую часть сайта, вы увидите через некоторое время форма для регистрации, которая будет синхронизирована, естественно, и со Skyway Capital. Если кто-то со SWIG захочет, так же API передадим. То есть наши разработчики все передадут. Потому что это все делается в первую очередь как бы для всех, для всеобщего блага. И вообще эта модель технологии построена на модели ФРС. То есть в ней заложено понятие инфляции, дефляции, эмиссии. И в чем как бы наше отличие будет заключаться от тех проектов, которые уже получили свое развитие. Многие, повторюсь, получили свое развитие на десятки тысяч процентов менее чем за год. Согласитесь, хорошая капитализация. Согласитесь, хорошее добавление было бы к нашей капитализации, которая сейчас медленно, но верно. И в будущем это, я больше чем уверен, всех обгонит именно направление Skyway. И действительно как бы акции, активы будут стоить немалых денег. То есть еще посмотрим тот, кто будет менять акции на токен. То есть мы предусматриваем такую возможность, но такая возможность, она не первоочередная. И мы будем это повторять, друзья, мы не запускаем платформу только, чтобы обеспечить возможность обмена, допустим, обязательств на сегодняшний день, в будущем акций на токен именно криптоплатформы, которая основана и базируется, и не может существовать просто без технологии Skyway. То есть не это основная миссия абсолютно. То есть тут достаточно много юридических аспектов. Мы этот вопрос прорабатываем сейчас, максимально постараемся. И это в социальных сетях, в скайпе отвечал. Максимально постараемся обеспечить эту возможность. Сделаем все, что в наших силах. Но это не первоочередная задача. Вы помните, наверное, что мы говорили про внутреннюю биржу. Так вот на этой платформе будет децентрализованная внутренняя биржа. То есть она будет заложена. Это та самая внутренняя биржа, наша собственная, по которой мы говорили. Вы помните, наверное, что мы говорили об маркетплейсе. И что вообще, когда будет происходить такое стремительное развитие технологии Skyway, что появится именно продажа гумуса, продажа, неважно, выращенного зерна. И вы прекрасно понимаете, что вообще сельскохозяйственная продукция будет выращиваться как внутри домов наших собственных, линейного города будущего, так и на крыше. То есть это совершенно новая продукция, экологически чистая. И, соответственно, через биржу, также и через маркетплейс, аналогично, как сегодня Apple Store, Google Store, у нас также будет свой подобный маркетплейс. Но, дорогие друзья, хотелось бы заострить внимание на следующем. То есть в первую очередь, и мы это планировали где-то через два года, через полтора года, но сейчас мы подходим к тому рубежу, что действительно платформу не имеет смысла запускать именно с функциями внутренней децентрализованной биржи. То есть даже если будет популярность именно среди наших инвесторов, друзья, это капля в океане. Это капля в океане как именно по сравнению с криптосообществом, так и криптосообщество. В принципе, капля в океане по сравнению с сообществом мировой экономики. То есть представьте, варьируется от 120-180 миллиардов, если не ошибаюсь, максимальная капитализация криптоэкономики. Но по сравнению с 76 триллионами долларов мировой экономики, это игра в песочнице. И что мы будем говорить криптосообществу? То есть единственный наш посыл, единственный слоган этой платформы, что мы должны объединиться. Независимо от предпринимателя ты, независимо от MLM-щик ты, сетевик, независимо от ты, криптогик, независимо от ты просто домохозяйка, либо домохозяин-студент, мы должны объединиться для формирования нового экологического мира. И основой, именно ядром, будет именно технология SkyWay, которая сформирует транснет, а уже оцифрованное пространство, это будет уже транснет-спейс. То есть транснет-спейс это следующее, то что идет за интернет вещей. И по нашим прогнозам вообще транснет-спейс, мир транснет-спейс быстро догонит мир интернет вещей, потому что вы понимаете, что у нас первые именно такие вот запущенные проекты появятся, ну максимум через 2-2,5 года, именно уже коммерческое применение, именно уже адресные проекты. И вот как раз транснет начнет развиваться и при синхронизации с цифровой экономикой, так называемой токенизацией, будет с дополнительной капитализацией для сообщества SkyWay, для транснета развиваться транснет-спейс. То есть если мы сейчас говорим, друзья, что чтобы, допустим, получить вход в интернет и войти в интернет, нам достаточно оптоволокно воткнуть в специальный разъем, либо через Wi-Fi подключиться, то есть мы входим через оптоволокно, то для входа в транснет-спейс будет достаточно струны, и мы будем уже дальше рассказывать концепции, на что будет подразделяться также наша с вами любимая струна. То есть транснет-спейс – это действительно вот та самая экономика роботов, о которой все говорят. То есть из этого можно сказать, друзья, что в принципе мир интернет-вещей немножко запаздывает. Он сейчас находится не в стадии зарождения, но чтобы совершить прорыв, вы представьте, насколько связаны и насколько взаимодействовать сейчас должны наши девайсы, гаджеты. То есть этого не происходит. И мой любимый пример – я не могу, сидя в кресле, заварить кофе, послав сигнал через свой мобильный телефон сначала водопроводу. Водопровод связывается с кофеваркой, с чайником вначале. Чайник охлаждает, фильтрует, либо наоборот подогревает воду. И подлетает дрон, берет чайник, заливает в кофеварку. Естественно, тут в идеале бы работала цифровая экономика. И просто тот проект, который бы это внедрил, именно базовый актив, который обеспечивал бы взаимодействие вот этих объектов и подобъектов, именно сети, ну это был бы просто взрывной проект. И, друзья, мы это планируем сделать. То есть мы будем призывать криптосообщества, да, будут некие усмешки, да, будет всплывать то, что мы развивались и развиваемся через модель краудинвестинга, народного финансирования. Но, друзья, мы этого не боимся, потому что даже теми силами, которые сейчас уже сформированы, мы запустим эту платформу и потом уже просто, ну это как Махатма Ганди говорила, если не ошибаюсь, что вначале смеются, потом, соответственно, уже в оконцове человек побеждает, либо проект побеждает. Мы не боимся то, что нас вначале, ну, как-то меньше поддержат, хотя на самом деле прогнозы очень радужные. И когда мы будем рассказывать именно экономику токена Transnet Space, я думаю, что тут, тем более, что на все вопросы мы ответим, ажиотаж будет неимоверный. Но ажиотаж вот этого криптосообщества, они смогут войти уже на крайние окна. И это правильно, мы считаем, друзья, потому что сейчас на нулевых окнах это именно как команда основателей платформы. У платформы нет основателей, кстати, потому что это децентрализованная автономная организация. И правилами неизменности, чтобы все, что заложено изначально, никто не изменил в худшую сторону. Ну и, собственно, сам Анатолий Эдуардович тоже не сможет изменить, потому что это будет противоречить логике блокчейн. Но максимально все мы пропишем в алгоритмах, протоколах изначально, и потом, когда это будет запущено в мир, никто этого не сможет изменить. То есть не будет такой ситуации, как, допустим, биткоин. Они не могли, извините, сделать форк несколько лет, потому что в китайских пулах, майнерах сосредоточена сила и власть. То есть у нас этого не будет. Сейчас переговоры ведутся и с арабским миром, и с русскими тоже. С Виктором Тарасовым тоже общались, интересы есть и есть уверенность, что наш SkyWayCoin – это рабочее название нашего базового актива, на котором другие, кстати, токены будут базироваться. Какие-то токены мы будем рассказывать позже. То есть уже на иллюстрациях, уже в слайдах, чтобы, так скажем, не голословными быть, они не будут инвестировать, допустим, все, потому что это некая централизация. То есть и наш слоган всегда будет подкрепляться именно моделью краудинвестинга. То есть да, кто-то может инвестировать, допустим, наши инвесторы, кто пожелает, кто-то 10 долларов, кто-то 100 долларов. Какой-то кит будет заходить на миллион долларов, либо десятки миллионов, мы просто не позволим этого сделать. То есть модель нашего распределения будет заключаться в том, чтобы максимально защитить неизменность правил. Чтобы то, что мы закладываем в соответствии и в дискуссиях, в мозговых штурмах, и они еще предстоят, именно вот с изобретателем технологии SkyWay и Transnet, без чего Transnet Space, следующее за миром интернет вещей, не может быть сформировано. И, кстати, Transnet Space, оно берет в себя мир интернет вещей. И как раз-таки вот таким вот транс-ботом, одним из составляющих Transnet Space является наш Unibike. То есть такие боты будут как пассажирские, как коллективные, так и индивидуальные. Вот индивидуальный бот, вот этот наш Unibike. И это как раз-таки самый настоящий робот. И внутри нашей экономики будут между собой взаимодействовать путевая структура, станции, Unibike, Unibus, Unicar, Unitrack. И, естественно, все составляющие уже растущей инфраструктуры Transnet, которая в оцифрованном виде, диджитализированном, будет формироваться именно в Transnet Space. И мы себе даже не можем представить, друзья, насколько много услуг будет сформировано новых, именно новейших внутри Transnet Space. Об этом даже не мог и не может сейчас мечтать мир интернет-вещей. И поэтому, друзья, вот почему я сравнивал там с Yotay, Valton, тоже можете посмотреть, проект неориентированный мир интернет-вещей. Не стоит смотреть на стоимость, на волатильность, допустим, потому что все волатильно в мире крипты. И мы постараемся, кстати, вот, естественно, при выходе после размещения на торги на внешней бирже будет такой, может быть, взлет, я прогнозирую, потом небольшое падение. То есть это именно вот такие вот трейдерские абсолютно основы. Но я не трейдер, друзья, и не нужно обращаться ко мне вот с такими вопросами, там, куда инвестировать и так далее. Не знаю, абсолютно не трейдер. Трейдер у нас есть очень хороший, квалифицированный, профессиональный, то есть именно в биржевых аспектах и взаимодействии именно с банками и крупными инвесторами на российском пространстве. Я думаю, что мы будем сотрудничать и с Виктором Тарасовым, потому что вот как бы предварительные такие быстрые переговоры, они так вот скользь проходили, я думаю, что поработаем очень плотно. И далее уже мы будем ориентированы на то, чтобы наш токен рост в цене, может быть, не быстро, но постоянно. Потому что за счет каждого, вот как мы говорили, каждый вбитый колышек, гвозди, каждая установленная опора, натянутая струна, каждая построенная станция, каждый запущенный проект, это все будет капитализировать SkyWay. И, друзья, дополнительно будет капитализировать SkyWay каждая оцифрованная транзакция внутри уже капитализирующих на сегодняшний день проект SkyWay проектов. То есть мы создаем дополнительную капитализацию. И сегодня этого не может сделать современная мощная корпорация. Как вы думаете, Amazon, Google, Apple, Uber, Alibaba, если бы они все анализируют, у них аналитики, то есть если бы очень хотели, очень желали бы, они бы разве не запустили свою криптоплатформу, токен, либо какие-то суперрешения. В принципе, теоретически они могут скупить вообще половину разработчиков мира и начать разработку. Но есть определенный момент. Это должно быть все синхронизировано именно в исходной точке, начальной. Так называемый термин Genesis. То есть Genesis это из латинского, если не ошибаюсь, ну и на английском тоже. Именно начальная исходная точка. И если, допустим, мы начнем стремительно развиваться по адресным проектам, один, два, три, десять адресных проектов появятся, но у нас запаздывает именно оцифровка полностью, либо частичная некоторых или всех этих адресных проектов. Синхронизация, она не получится между миром реальной и цифровой экономики. Поэтому у нас есть с вами уникальный шанс увидеть это все вживую, поучаствовать, кто желает, и, соответственно, дать руку помощи и просто сказать миру крипто-сообщества, миру техногиков и мальчиков, девочек, миллионеров долларовых, миллиардеров, которые приобрели, может быть, ранее биткоины, эфиры, сейчас озолотились, ну, естественно, инвестируют туда-сюда в проекты. Друзья, посмотрите, обратите внимание на наш проект и посмотрите, как мы объединяем в одном, действительно, проекте, в одной платформе реальную экономику, инфраструктурную, которая позволила, в принципе, выйти из мировой депрессии именно вот всей экономики после Великой Отечественной войны, если говорить про отношения вот как бы с СССР и Россией, и Второй мировой войны, если говорить про весь мир, начали строиться железные дороги, небоскребы, заводы, промышленность начала подниматься только за счет инфраструктуры и транспорта совершился вот такой вот именно рывок и, действительно, прорыв. И представьте, что на тот момент это бы кто-то оцифровал и выпустил бы токен. Насколько огромная сейчас была бы капитализация? Вот примерно этот шаг, друзья, мы делаем. И досконально, прямо вот по крупицам будет показано, это будет находиться в открытом режиме, в гитхабе, каждый может зайти, сможет зайти, почитать, экономика токена будет прописана. Но что, действительно, вот стоит понять и учитывать при переговорах? На самом деле, эту платформу мы также запускаем как максимальная популяризация, уже массовая, среди вот этих вот новоиспеченных миллионеров, долларовых, миллиардеров, просто сектора, который наблюдает за криптой, но им непонятно вот это вот именно IT-направление, рынок предсказаний, трейдинга. Даже рынок такой замечательный, как именно цифровые идентификационные данные, тоже непонятен. Рынок медицины тоже непонятен. А вот в инфраструктуру и транспорт, которые именно составляли бы основу токена, вот эти крупный бизнес и предприниматель, они бы инвестировали. Я не голословен, друзья, потому что мы с Сергеем Анатольевичем общаемся каждый день, и Сергей Анатольевич сейчас несколько больше ездит по конференциям. Так вот как бы сложилось, что у меня сейчас меньше конференций, потому что сейчас вот с командой разработчиков полностью, наверное, 30-40% времени, вообще всего времени, что у меня есть в сутках, я уделяю именно платформе и 60-70% соответственно развитию Skyway и Skyway Capital. Но, друзья, самые сладкие пряники и самые классные привилегии при первичном размещении получат только зарегистрированные в проекте Skyway. Тот, кто не зарегистрирован в проекте Skyway, тот, кто не понимает, что, извините, уже по провисающей путевой структуре ездит Unibus, и я не удивлюсь, когда гусеница даже вот так называемая наша любимая Unicar 3-секционный поедет. Если они в это не верят, если они это не понимают и не хотят даже соизволить просто зарегистрироваться в проекте, наблюдать за новостями, ожидайте крайних окон, ожидайте крайних окон, которые будут, наверное, только перед квалифицированными кредитовыми инвесторами, у которых в ряде стран должен быть доход 200-300 тысяч долларов. То есть это будут крайние окна, чтобы добить. И то максимальная капитализация уже на тот момент, может быть, уже набрана. То есть хотят наблюдать, пожалуйста, наблюдайте. Но это действительно еще один толчок и еще один импульс для человека зарегистрироваться в проекте Skyway. Просто зарегистрироваться. Мы не будем как-то ставить, хотя были такие мысли, поставить максимальную, минимальную именно инвестицию. Не будет такого. Просто зарегистрироваться, у тебя будет возможность участвовать в распределении токена в третьем или четвертом окне. То есть, пожалуйста, каждый это может сделать. И, друзья, мы сейчас активно общаемся с разработчиками и думаем насчет того, что будет здесь как бы в платформе одноуровневая партнерка, не будет ее вообще, либо сделать модель, потому что сейчас изучаем именно технические возможности того блокчейна, который выбрали. Он лучшим образом удовлетворяет потребностям именно созданию цифровой версии Transnet и Transnet Space. По партнерке там также достаточно интересные возможности. Сейчас наши разработчики это изучают. Но что интересно, друзья, у нас не будет такой сложности, что человек там что-то неправильно нажал, что-то неправильно зарегистрировался. Это просто не будет такого. То есть на техподдержку будет ноль нагрузки. Возможно, у нас не будет вообще техподдержки на платформе, потому что это все будет автоматизировано, заложено в алгоритмы. И, соответственно, программно все сделано максимально удобно, что даже ребенок тыкнул. Естественно, ребенку нельзя будет инвестировать в токен. Ребенок тыкнул и все, система его сопроводила так же, как мы, друзья, вот сейчас берем и общаемся по смартфону. Мы не задумываемся, какие сложные процессы там происходят. В этом будет девиз. Именно вот такой технологичный, что не только краткость сестра таланта, но и простота сестра успешного внедрения и дополнительной капитализации Skyway. То есть будет действительно очень просто. Ну и еще могу очень много интересного рассказать, но, друзья, постепенно мы будем погружаться в то направление, в тот новый океан возможностей, который прорубает просто сейчас, несмотря на какие-то, может быть, сомнения, на какие-то ухмылки. Проект Skyway лично Анатолий Эдуардович Юницкий, как именно первый визионер, который в 1989 году еще рассказал о модели ничейных денег, цифровых новых денег. Рассказал, что такое механизм именно консенсуса, то есть, что действительно правила не могут быть изменены и что каждая транзакция должна перепроверяться с помощью системы бухгалтерских массивов, с помощью двойного метода перепроверки. Вот отдаленно это и было на самом деле, друзья, то, что сейчас называют блокчейном. Но Анатолий Эдуардович, как визионер, еще это все сказал. Сейчас это воплощается в действительность. Воплощено еще было в 2008 году, то есть, биткоин первопроходится. И если кто-то думает и будет говорить инвесторам, что вот там через несколько лет, не дай бог, через полгода наш токен будет стоить столько же, сколько биткоин, перегонит его. Друзья, это неправда, потому что нужно сформировать экосистему, закольцовку для того, чтобы наш базовый актив именно использовался как внутренняя учетная единица меры обмена. Мы к этому придем, но это очень долгий и очень тягостный путь. Действительно будет много препятствий, но первые шаги будут сделаны именно с модели той мета-платформы, которую мы запускаем и без технологии Skyway, без Transnet. От существования этой платформы, которая теоретически потенциально может увеличить капитализацию криптоэкономики, ну и капитализацию проекта Skyway. Естественно, это в первую очередь на триллионы долларов. Это действительно как бы невозможно без изобретения Unisco. Поэтому, друзья, я каждый раз заканчиваю свое вещание об мета-платформе и о цифровой экономике токена. Лучший момент инвестиции сейчас и в цифровую экономику, которая будет в Transnet Space, и именно приобретение будущих активов, это инвестировать здесь и сейчас сегодня в технологию Skyway. Другого лучшего момента не будет. Посмотрим, какие будут курсы, посмотрим, какие будут взлеты, падения тоже не исключаем. Но, учитывая волатильность, есть понимание, как это выправлять, так как с каждым запущенным проектом рост ценности токена наш будет возрастать. Не просто с проектом, с каждой новостью. Поверьте нам, мы знаем, как работает не только маркетинговый механизм, но именно уже инвестиционный и технологичный механизм. Поэтому строй Skyway, спасай планету, дай дорогу в мир Transnet. Мы должны объединиться, друзья. Благодарю за внимание. Сергей Анатольевич, вам слово. Друзья, теперь на каждом вебинаре, на каждой конференции, видите, тут мне уже посыпались вопросы, что такое окна возможностей, что такое нулевые окна, потом еще тут очень много. Друзья, мы как раз говорили, что мы с вами будем очень много узнавать новых терминов и нет у нас сейчас задачи, чтобы за первый же вебинар, за первую же нашу встречу мы объяснили все понятия. Это очень непростой процесс, очень непростой. Поэтому, друзья, нам много еще предстоит, что изучать и делать. И сейчас мы четко можем сказать, друзья, другого пути или другой возможности просто нет. Это веление времени. Кто-то может еще рассуждать или думать, делать, не делать. Это все равно придет к тому же. И все равно придет к тем изменениям, которые идут сейчас в мире. Потому что интернет остановить невозможно. Миллиарды людей, которые сегодня работают в информационном поле и все больше и больше пользуются новыми финансами, невозможно. Другое дело, что, друзья, есть косность, есть проблемы платежных систем, банков, которые не хотят сегодня этих изменений. Это вообще принцип изменений. Всегда есть заинтересованный в этих изменениях, всегда есть тот, кто это тормозит. И сегодня тот мир, который меняется, он меняется вне зависимости от нас, друзья. Причем он меняется по разным причинам. Почему сегодня все говорят об экологии, все говорят о том, что это надо менять. Потому что мы настолько сегодня загадили тот дом, в котором живем. Мы настолько сегодня варварски относимся к природе, что рано или поздно, как говорит Юницкий, два-три поколения, точка невозврата. Поэтому хотим мы, не хотим мы говорим, что, друзья, надо меньше выкидывать углеводородов, меньше химии, меньше загрязнять атмосферу. Это веление времени. Теперь пробки. То есть сегодня встала цивилизация. Все крупные города сегодня встали в пробку. И дальше понятно, что только будет эта проблема усугубляться. Все, в Москве уже договорились до того, что будут вводить ограничения. Ну там сначала платные везде въезды, потом просто будут пускать или не пускать машины. То есть это самое простое решение. Взять и отобрать. Взять и запретить. А вопрос о том, что есть другие решения, есть технологические решения, они сегодня пока не воспринимаются этими чиновниками. Здесь вопрос, опять же, друзья, децентрализация управления и децентрализация транснета позволяет нам сегодня решать абсолютно задачи. Мы сегодня не зациклены на правительстве, национальном правительстве какого-нибудь одного государства. В Белоруссии, при всем уважении к руководству Белоруссии, в России, при всем уважении к отдельным членам управления России, я могу сказать, что если бы мы только зависели от принятия их решений, я бы был в очень сейчас пессимистичном настроении. А так, друзья, мы имеем возможность сегодня развивать и делать во всех уголках Земли. И тут он, понимаете, просто даже сам суть вопроса. Вот я читаю, мне даже смешно читать, то есть сначала многие там умники тут, ну умники, если кому-то в хорошем смысле слова правильно приметь, если нет, значит правильный подход. Это когда задают вопросы, как в Австралии, как в Австралии, как в Австралии, там один был, это он за вебинар написал 20 раз, что происходит в Австралии. Понимаете, я знал, что Юницкий уже готовится ехать, что ну что я ему буду говорить, что, подожди, ну если человек не имется, вот я говорю, что ну подождите, ну все, сейчас Юницкий, в Австралии сейчас будет целый вал договоров подписанных, проектов и так далее, и так далее. Все, процесс идет. Сейчас вот тоже какому-нибудь умнику в голову мне пишут, что с Южной Америкой, что с Южной Америкой, почему ты говорил, что в октябре полетишь, а сейчас, так сказать, это. Но я могу сказать, друзья, у меня уже давно сложился принцип, что если куда-то можно не лететь, то лучше не лететь. Поэтому сейчас есть определенные позиции, которые устраивают график, поэтому работа активнейшим образом идет, и сейчас я могу сказать, придет время, все узнаете. Мы провели переговоры с руководством кантона ЦУК в Швейцарии, мы говорим, что да, мы запустили еще адресный проект в Швейцарии, и нам почему очень радостно, что это все складывается в одно, что мы там зарегистрировали компанию, мы там зарегистрировали именно фонд, который будет запускать токены на блокчейне, и там же у нас есть полное понимание с крупнейшим инвестиционным фондом и с руководством, которое принимает это законодательство. Одно из пяти во всем мире, которые нормально относятся к блокчейну и технологии именно токонизации. Вот поэтому все, друзья, в свое время будете узнавать, в свое время будете. Так, тут Алексей пишет, да, что краудинвестинг 2.0, да, друзья, то есть сегодня мы фактически с вами создали краудинвестинговую систему, которая позволяет развивать проект Skyway, и мы это называем краудинвестинг 1.0. Хотя помните, что краудинвестинг это тоже одно из первых понятий, которые ввели мы как Skyway, и сегодня можно сказать, что мы крупнейшая краудинвестинговая компания, которая собирает большое количество инвесторов для того, чтобы целевым образом финансировать проект развития Skyway. Дальше сегодня, когда произойдет запуск платформы, мы отработаем весь этот механизм, и все это будет работать на блокчейне при децентрализованной системе, и мы будем использовать весь спектр, который нам дает сегодня графен на BitShares. Сейчас, соответственно, мы будем уже говорить, что мы переходим на 2.0, то есть это новая технологическая подача. Мы с вами уйдем от проблем с банками, платежными системами, системами ввода-вывода, зависания платежей, комиссий огромных, которые накладывают сегодня и банки, и платежные системы, ограничения, на которые нас накладывают сегодня еще ряд регуляторов и так далее. Мы перейдем в другое измерение, как раз именно измерение цифровой экономики. Оно тоже, друзья, сейчас видоизменяется, оно тоже все больше и больше регламентируется, но, друзья, мы будем это делать вместе с системой, и какие будут вводиться правила, те, соответственно, правила мы будем соблюдать и делать. Поэтому сегодня очень важно сказать, что мы будем развиваться и видоизменяться вместе с той внешней средой, которая делается на сегодняшний момент. Она нам позволяет решать те задачи, в которых мы ограничены сегодня традиционной системой, то есть система традиционного инвестирования, традиционных бирж, традиционных банков, традиционных регуляторов, традиционных взаимоотношений квалифицированных инвесторов. Значит, соответственно, в цифровой экономике, в экономике блокчейна это сегодня система, которая более-менее открыта. Она тоже, друзья, очень серьезно меняется, меняется очень быстро, но там закладываются сегодня понятные правила игры, и мы в эти правила игры будем вписываться. И, соответственно, мы будем изменять всю свою систему и конфигурацию, исходя из тех внешних условий, которые будут в момент создаваться. Ну, друзья, я думаю, что для такого первого, ну, более погруженного вебинара для многих понятий, я считаю, вполне достаточно, друзья. Вот, дальше у нас сейчас будет обсуждение в чатах, мы будем отвечать на все вопросы. У нас будет систематизация ответов, которые есть, поэтому, друзья, здесь единственное, к чему я очень хорошо и очень так настоятельно призываю, друзья, давайте более-менее терпимо и более-менее корректно, когда пишем в чатах. Я понимаю, что все умные, что все великие, что все знают, что как делать, вот, поэтому просто давайте корректно друг к другу. Если оскорбления или какие-то будут выпады или тем более личные, будем сразу удалять, потому что желающих, у нас третий чат уже, и все, идет желание, желающие добавляться, поэтому будем исключать без этого, потому что это сообщество, которое мы формируем, это сообщество и наших SkyWay, и сообщество, которое мы сейчас делаем, это крипто-сообщество, которое мы сейчас будем объединять, и поэтому давайте корректно. Вот, поэтому никакой наглости. И второй момент, друзья, ну, прошу меня изменить, мой ник Сибиряк, я, наверное, знаю все за три с половиной года, я его не меняю, вот, поэтому он везде. Но все-таки поощрение о том, что если вы хотите, чтобы вас слушали, если вы хотите, чтобы к вам относились нормально, то давайте все-таки заходить под нормальными именами. Я у себя в Фейсбуке или там в Перископе, в Скайпе, ну, особенно в Фейсбуке, если приходит, у меня там какая-нибудь петушинная голова, пытается со мной заговорить, друзья, даже не рассматриваю, удаляю сразу. То есть, если там написано, что какой-нибудь там, я не знаю, там сейчас трудно назвать какие-нибудь там имена, которые там вездеул там или там еще какой-нибудь боливар там. Вот, то же самое, сразу удаляю, даже не рассматриваю, поэтому только нормальные фотографии, если они ваши, только фамилия, имя, отчество и, соответственно, нормальное обращение. Все остальное, друзья, неприемлемо. Поэтому, конечно, анонимность это хорошо, но мы с вами создаем сообщество профессиональных людей в сфере инвестирования и крипто, уже крипто, совмещенной с реальной экономикой. Мы создаем новое сообщество, поэтому давайте там, соответственно, нормально соблюдать правила игры. Никакой дерзости, никакого нарушения, соответственно, этики и максимально по конструктиву. Я не сторонник того, что жестко там пишут, что нельзя каких-нибудь отвлеченных теней. Опять же, что считать отвлеченно? То есть, иногда обменяться на какие-нибудь темы весьма полезные. Я сам иногда участвую в такого рода обсуждения. Но давайте, чтобы это максимально было вокруг именно конструктивного построения. А мы с вами сейчас доносим до вас это Transnet Space. Это новая экономика, которая сейчас зарождается, которую мы сейчас описываем. И, конечно, самый главный документ, который появится в ближайшее, прям, очень короткое время, это так называемая белая бумага. Если просто, языком говорить, это концепция и пошаговая инструкция, как будет выводиться платформа на рынок, соответственно, мы начнем обсуждать уже этот концепт. Это очень серьезный документ, друзья. Мы над ним работаем уже не один месяц. Там выверяется каждое слово, каждая фраза. А с учетом того, что это вводится принципиально новые понятия, которых в сегодняшней ни цифровой, ни обычной экономике нет, вы понимаете, друзья, насколько это непростой документ. И, естественно, что сейчас это у нас идут вводные с вами и вебинары, и конференции. Соответственно, когда мы начнем с вами обсуждать уже концепт или белую бумагу, то там уже будет более профессиональное и более, скажем так, жаргонное обсуждение. Поэтому многие вещи мы будем пояснять, делать. Но основное, друзья, то, что сейчас закладывается, это пошаговое объяснение того, как будет развиваться. По сути дела, друзья, мы с вами сейчас не просто описываем, а мы с вами увязываем и оцениваем ту экономику, которая создается. Да, друзья, могу сказать, непростая задача. Такую задачу еще никто никогда не делал. Соответственно, такую задачу никто никогда не ставил. И сегодня, когда начинают там особенно с чем-то сравниваться, я сразу говорю, друзья, мы проект и платформа, которая сегодня использует блокчейн, выводит сегодня свой продукт токена, нас нельзя абсолютно сегодня ни с чем идентифицировать, потому что такого рода задач еще не решалось. Их никто просто не ставил. Соответственно, это тоже очень непростой путь с точки зрения консультации с всевозможного рода специалистами. Но я могу сказать, как по мере того, что крипто-сообщества, с кем мы сейчас общаемся, они понимая и вникая в проект Skyway, они, конечно, сегодня все просто в очень таком воодушевлении. И мы сегодня работаем с командой разработчиков высочайшего класса. Это те, которые действительно делали и делают сейчас очень серьезные продукты. И вот буквально вчера для меня и Алексея это была очень хорошая с точки зрения оценки, что, друзья, мы просто рады, что мы с вами общаемся, потому что мы жили в своем мире, но мы видим, как вы работаете, мы видим, что вы создаете, и это просто окрыляет. Потому что мы видим те возможности, которые дает блокчейн на именно оцифровку трансмета. И это, конечно, не может у тех, кто работает профессионально в сфере сегодня цифровой и влучения технологий, это не воодушевлять. Ну а когда мы начинаем считать уже, друзья, количество транзакций, которые будут происходить в сети, но, друзья, я здесь, знаете, так сказать, мы иногда просто выключаем мозги или выключаем расчеты, потому что надо остановиться, иначе просто мозги начинают очень сильно кипеть. Но это, друзья, как раз то, что мы дальше по мере, я уже по нашим вебинарам могу сказать, я опять возобновлю практику, и мы сейчас уже будем приглашать сюда и в прямой эфир записи показывать возможных специалистов такого, ну, общепризнанного. Понятно, что, друзья, специалист, он где-то кем-то признан, кому-то, наоборот, является оппонентом. Ну, много интересных, действительно, авторитетных людей мы будем на наши вебинары приглашать, будем участвовать и организовать теперь, мы уже будем организовать всевозможные круглые столы, будем создавать такие клубы по именно обсуждению вопросов. Есть даже мысль, я в свое время с Мишей Хазиным мы делали на РБК такую программу, как раз там по Skyway первые репортажи были еще лет пять назад, наверное, там искать в интернете, они сейчас найдутся. Вот, так вот, есть мысль сейчас возобновить этот клуб, но уже именно наш клуб на наших площадках, я так и сказал, я говорю, Миша, зачем нам сейчас какие-то телеканалы, зачем все, у нас своя аудитория, у нас своя, то давай сделаем клуб обсуждения экспертов именно для себя, для своих пользователей, для тех, кому это интересно, и не исключено, что мы вот сейчас неделю-две сделали такую интересную площадку, вот может быть к ней потом начнем уже кого-то еще подсоединять. Ну и соответственно, это в обязательном порядке, друзья, это одна из правил игры, когда мы каждое утверждение, каждую цифру, которая будет рождаться в нашей концепции в белой бумаге, она должна быть подкреплена мнением экспертной сообщности, чтобы это не мы придумали, это разная методика оценок, то есть есть методика оценки такая, есть такая, есть такая, поэтому мы, исходя из совокупности экспертных оценок, делаем утверждение или делаем предположение, на которое ориентируемся, что будет развитие именно вот таким вот образом. Ну давайте, друзья, то есть я думаю, что про эти темы можно сейчас говорить бесконечно, потому что это тема необъятная. Основное то, что, друзья, сейчас уже, мы это само собой имеем в виду, что идет развитие, идет развитие сейчас технологий, идет строительство, мы каждый раз видим новости, я прям с большим нетерпением жду возвращения Анатолия Дарвича с Виктором, соответственно, чтобы добыли результаты по Абудаби и по Австралии. На следующей неделе мы туда едем уже тоже с европейской делегацией в Марьину Горку, тоже я там, мне было уже почти три недели, четыре уже, так сказать, друзья, тоже начинаешь уже скучать, потому что каждый раз то, что там видишь, это, конечно, поражает. Вот, так что это, друзья, как раз та основа, та платформа, которая нам сегодня позволяет утверждать, что тот инструмент, который мы выйдем, будет крайне интересный, крайне востребованный, и что мы займем свое достойное место в этом мире цифровой экономики, потому что нам есть с чем туда зайти. Если сегодня тысячи, которые проводят размещение, им самое главное, чем они отличаются от других, доказать это для инвесторов, у нас такой проблемы не стоит, чем мы отличаемся. У нас как раз стоит задача грамотно все упаковать, грамотно все показать и, соответственно, облечь уже цифровую форму того, что сегодня создается в реальности. Это, друзья, мы как раз делаем, потому что специалисты, которые у нас работают, они, как вы уже говорили, очень и очень профессиональны, и вы обязательно с ними познакомитесь, мы обязательно сделаем такие обсуждения при их участии. И еще, что очень серьезно впечатляет, особенно наших швейцарских юридических партнеров, когда они реально оценили и увидели, что у нас уже сегодня 250 тысяч партнеров, они сначала не могли поверить в эту цифру, и о том, что сегодня реально уже создается, инвестируется и эта технология работает, то они сразу для нас сказали, что это огромный потенциал, который вы будете использовать в дальнейшем для работы. Мы сами это знаем, поэтому мы не просто так занимались 3 года созданием краудинвестинговой системы, и поэтому очень действительно важно придавали значение, что 237 стран и более 250 тысяч акционеров, друзья, это как раз тот результат, который мы сейчас создали и делали. Все, друзья, на этом давайте мы заканчивать. Вечером у нас 21 час, как всегда, с переводом на английский и на европейский языки, это вебинар именно для того, чтобы он сразу в переводе английского сразу распространялся по нашим англоязычным партнерам. Соответственно, строй SkyWay, спасай планету. И мы, пришло время объединяться. Поэтому, друзья, двигаемся дальше, строй SkyWay. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok